Привет, ребята! Сегодня хочу поделиться одним из любимых рецептов нашей семьи котлет. Это не обычные котлеты. Котлеты с начинкой, которые буду готовить в духовке. У меня здесь свиной фарш, где-то грамм 700 и одна большая луковица. Я ее взбила в блендере. Можете мелко порезать, как хотите. Сюда добавляю лук. Из приправ добавляю соль. Где-то чуть-чуть больше пол чайной ложки. Сухой чеснок. Красный, ой, красный, черный перчик. И немного кориандра. Я очень люблю кориандр добавлять в мясо. Любое в котлеты, в общем, в любое мясо. Мне очень нравится, как кориандр себя ведет. И еще добавлю хлопья красного перца. Они острые очень. Добавлю немножко. И все, теперь это нужно сейчас хорошо перемешать. Перемешивать мы будем ложечкой. Сейчас будем готовить начинку. Нам нужен лук и грибочки. Лук я режу на четвертинки. И нарезаю тонкой соломкой. Так, лучок порезали. И сейчас я поставлю его уже жарить. С ковородочкой разогрелась. Я добавляю сюда лучок. Делаю слабые эти градусы. И пусть оно на маленьком огне тушится. Ну, пока тушится лук, мы нарежем грибочки. Нарезаем на такие тоже две половинки. И вот так вот режем грибочки. Так, ну, лучок тушится. Теперь к нему мы добавляем грибочки. И протушиваем, я думаю, минут 5-6 у нас на это уйдет. Немного. Сейчас грибочки с луком пусть тушатся. А мы с вами сейчас будем формировать пока котлетки. Ребята, смотрите, я намочила руки. Сейчас еще раз хорошо перемешаю. И будем формировать котлетки. Берем фарш. Хорошо его отбиваем. И кладем вот так вот на противень. И просто вот пальчиками делаем углубление в срединке. А пока мы оставляем немножко больше. Вот, формируем такие мини-котлетки. Грибочки наши уже пожарились. Мы их теперь солим уже в самом конце. И я добавлю еще немного сливок. И трешина. Ну все, можно грибочки уже выключать. И сейчас будем накладывать их на наши котлетки. Берем ологичку. И накладываем грибочки на котлетки. Ммм, как вкусно они пахнут. И теперь разогреваем духовку на 180 градусов. И отправим туда наши котлетки сейчас. Наши котлетки уже 30 минут побыли в духовке. И я их теперь присыпаю сырком. И отправлю еще буквально, наверное, на минуту 5. Ну, я буду смотреть тогда, когда сыр уже красиво запечется. Так, ну, все, наши котлетки готовы. В общей сложности они у нас были в духовке 40 минут. 30 минут до и 10 минут сыром. Вот, и сейчас мы выкладываем красиво и будем пробовать. Ммм, какой запах классный. Очень вкусно пахнет. Как красиво, правда? Поверьте, это очень вкусно. Ну, я думаю, здесь даже сомнений нету, что это невкусно. Ну, что здесь может быть невкусным? Что здесь очень вкусненько.